МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Оставайтесь с нами до конца программы, потому что сегодня я продолжу говорить о четырех духовных законах и о том, как рассказывать о своей вере. Эти законы научат вас, как доступно и эффективно делиться своей верой с теми, кому нужно услышать Евангелие. Очень многие люди спрашивают меня о том, как рассказывать о своей вере. Они не знают, как сделать это так, чтобы это в итоге привело ко спасению. Иногда у нас не очень много времени, и мы должны знать, как сфокусироваться на нужных вещах. Можно рассказывать о Ное, о потопе, о пророках, и все это прекрасно. Но так вы не сможете привести человека ко спасению. А если у вас всего пять минут, или вы пришли в больницу к умирающему человеку, то вы же не будете вести с ним дебаты, поскольку это никак не приведет вас к разговору о спасении. Поэтому вам нужно точно знать, что говорить, если вы хотите эффективно рассказывать о своей вере и приводить людей ко спасению. Я очень надеюсь, что эта программа разожжет вас желание делиться своей верой, а также даст вам ясность в том, как преподнести Евангелие неверующему человеку. Очень многие люди желают услышать Евангелие. Они желают знать истину. И на самом деле многие люди более открыты, чем нам кажется на первый взгляд. Мы думаем, что люди не хотят слышать Евангелие, но все совсем наоборот. Они хотят. А Библия говорит, что мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому творению, и это означает, что каждый человек заслуживает этой возможности. Поэтому давайте перейдем к проповеди. А в конце я буду молиться за вас, чтобы Бог наделил вас силой для спасения душ. Поехали. Переходим к четвертому закону. Мы должны индивидуально принять Иисуса Христа как своего спасителя, чтобы получить вечную жизнь, а также испытать Божию любовь и прощение. Евангелие от Иоанна 1 глава 12 стих. «Но всем тем, кто его принял, и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими». А вот что вы должны говорить людям. В этом вся суть Евангелия. Это основа Евангелия. И теперь вы знаете, что нужно говорить. Если вы попытаетесь убедить человека, разбирая Библию, отбыться я до откровения, рассказывая о потопе, нефалимах, великанах и остальных вещах из Библии, для всего этого есть свое место. Об этом можно поговорить и в любое другое время, но если вы хотите проповедовать Евангелие, то вам нужно знать, что именно говорить. Даже если я буду рассказывать о Давиде и Самсоне, о Данииле, об Иезекииле, если это все, о чем я буду говорить, и при этом я буду у постели умирающего человека, это его не спасет. Это может сделать только Евангелие. Только благая весть об Иисусе может спасать людей. Только это послание может спасать души Евангелия Иисуса Христа. Евангелие Царства. Итак, расскажите о Божьей любви. Это закон номер один. И пожалуйста, не забывайте об этом. Бог любит вас. Что бы вы ни сделали, каким бы ни было ваше прошлое, Бог любит вас. Затем расскажите о грехе. Бог святой и непорочный человек. Нет. И все мы глубоко в душе знаем об этом. Грех — это нарушение Божьего закона. И мы виновны в этом. Затем переходим к номеру три. Как же это можно изменить? Как можно дотянуться до Бога? Иисус Христос, которого послал Отец, умер за нас. Потом Он воскрес из мертвых. Но на кресте Он заплатил за все наши грехи. Получается, что Иисус — это единственный путь, Единственный мостик, ведущий к нашему Небесному Отцу. Возможно, вы слышали, как говорят, что все пути ведут к Богу. Это ложь. Большая ложь. Если я живу в Ричмонде, штат Вирджиния, он находится на севере, на северо-востоке США, а если бы мне нужно было отправиться во Флориду, которая находится на юге, то мне нужно было бы выехать на шоссе, ведущее на юг. Если я сяду в машину и выйду на шоссе, ведущее на север, то я не могу ожидать, что окажусь во Флориде. Или же, если я поеду на запад или в любом другом направлении, то я не попаду во Флориду. Так же и с Богом есть только одно шоссе, один мост, идущий к Богу. И это Иисус Христос. Если вы выберете другой путь, он не приведет вас к Отцу. Он не приведет вас на небо. Вот как это работает. Иисус никогда не лгал об этом. Он говорил прямо. И Библия говорит нам, кто имеет сына, имеет жизнь, а кто не имеет сына, не имеет жизни. И все, точка на этом. Тут больше нечего обсуждать. Это истина. Иисус — это единственный путь к Отцу. Я знаю, что это не популярно, но мы здесь не ради популярности. Мы здесь, чтобы наполняться истиной и любовью. А если вы любите людей, то лучше рассказать им правду и сделать это в любви. Вы понимаете, о чем я? И номер четыре. Вы должны принять Христа. Затем все сводится к приглашению. Вам нужно лично принять его. А вы хотите это сделать? И тогда человек может ответить либо да, либо нет. Не расстраивайтесь. Если иногда люди говорят в конце «нет». потому что семя в сердце уже посеяно. Они услышали Евангелие. Ваша работа, так же, как и моя работа. Рассказывать Евангелие. Проповедовать Евангелие. Рассказывать об Иисусе. А так же мы должны оставлять место для действия Святого Духа. Это именно те шаги, о которых я хотел вам рассказать. Нужно рассказывать основы Евангелия. Проблема в том, что некоторые люди боятся рассказывать какие-то из этих пунктов. Они боятся говорить, что Иисус — это единственный путь. Они боятся говорить, что человек грешен, потому что он может и обидеться. Я лучше обижу его и приведу ко спасению. Чем ся лгу ему и позволю отправиться в ад. Но не забывайте, что любую истину нужно нести в любви. И вот почему, когда я вижу христиан с мегафонами в руках, которые кричат, «Бог будет судить вас!» «Бог вас накажет!» Ну и так далее. То я всегда думаю, это все хорошо, а где же... «Где же выход?» «Где же выход?» Хорошо. Послание Евангелия не только указывает на проблему. Да, Евангелие указывает на проблему. Но оно также рассказывает о решении этой проблемы. Оно говорит грешнику. «Тебе не нужно так жить. Ты не должен идти в ад. Ты не должен оставаться потерянным. Ты не должен умирать без Иисуса. Ты не должен оставаться больным. Ты не должен оставаться в этом состоянии. Потому что для тебя есть спасение. Его имя — Иисус Христос». Евангелие указывает на решение проблемы. Не будьте тем, кто указывает только на проблему. Иначе это уже не будет благой вестью. Если мы только указываем людям на их проблему, это ничего не дает. Они и так о ней знают. Им не нужно еще больше проблем. Им нужно решение. А решение — это Иисус. Поэтому, если вы проповедуете Евангелие, не забывайте о решении проблемы. Не нужно лишь указывать на проблему с грехом. Надеюсь, вы меня понимаете. Также надеюсь, что я кому-то помог этим замечаниям. Ну что ж, проповедуя Евангелие, помните эти базовые принципы. Аминь. Если я вам как-то помог, скажите «Аминь». Аминь. Аминь. С нами Эндрю из Флориды. Рад тебя видеть. Он живет на юге Флориды. А я как раз рассказывал о том, как ехать на юг. Есть всего одна дорога, один путь, и называется он. Иисус. Аминь. Итак, каким бы методом вы не пользовались для проповеди Евангелия, эти базовые принципы должны присутствовать. Люди должны понять, что они нуждаются во Спасителе. Неважно, насколько они богаты или знамениты. У них есть душа. Они согрешили против Бога. Им нужно Божие прощение. А также им нужно принять Иисуса. Даже если это миллионер или известный актер, спортсмен или другой известный человек, это не имеет значения. Даже если это бедный человек, человек среднего класса или богач. Даже если это доктор или неграмотный человек. Это не имеет значения. Всем нам нужен Иисус. У всех нас есть душа. И мы нуждаемся в Испасителе. Аминь. Поэтому мы благодарим Иисуса. Я хотел рассказать вам сегодня, если вы будете нести Евангелие, то вам нужно помнить, о чем именно говорить. Аминь. Помните основы Евангелия. Не просто говорите, что Бог есть любовь. Расскажите всю истину. Не говорите человеку лишь то, что он грешник. И на этом все. Не говорите, ты живешь во грехе, и Бог тебя накажет. Хорошо, а что это даст? Расскажите о решении. Аминь. Перед тем, как попрощаться, я бы хотел помолиться за людей. Я хочу вам напомнить, что мы все еще благословляем семьи из Бразилии. Мы продолжаем этот проект. Многие семьи уже были благословлены. Многие семьи получили продукты на весь месяц. У нас есть новости от нашей сети в Пакистане. Они распространились и в другие страны. И мы помогаем им с их трансляцией. За это время многие мусульмане пришли к Иисусу Христу. Даже через нашу программу. Поэтому я призываю всех вас сеять в распространении Евангелия. Сеять в миссии. Как только границы откроются, мы снова будем ездить в разные страны. Но даже пока границы закрыты, мы не перестаем нести Евангелие. Ничто не заставит нас перестать проповедовать Евангелие. Никто не сможет остановить нас в проповеди Евангелия. Потому что для Святого Духа нет такого понятия, как карантин. У Святого Духа нет карантина. Он не ушел на самоизоляцию на долгие 40 дней. Никто не может одеть на него маску. Аминь. Он движется по всему миру, и никакой человек не в силах остановить его. И никакой демон не может оставить это. я хочу помолиться за людей. Я хочу молиться за больных и за тех, кому нужна смелость, чтобы проповедовать Евангелие. Вам нужна сверхъестественная смелость. Демоны хотят запугать вас. Они хотят, чтобы вы боялись провозглашать Евангелие. В некоторых странах проповедь Евангелия это преступление. Если вы проповедуете Евангелие, то вы преступник. Вы слышали, насколько это простое послание? Но за это послание вас могут убить. За него вам может грозить даже смертная казнь. Почему так? Вы проповедовали Евангелие. А значит, вы должны умереть. Так считают эти люди. Так живут некоторые страны. на Ближнем Востоке, если вы будете проповедовать Евангелие в некоторых странах, то у вас могут быть огромные неприятности. Вас даже могут убить. Например, вы не можете отправиться в Саудовскую Арабию и проповедовать Евангелие в общественном месте. Вас сразу арестуют. Также в некоторых регионах Китая, но уж если быть совсем точным, то во всем Китае, там церкви собираются подпольно. Два года назад я был на Ближнем Востоке и многие церкви там скрываются. Поэтому я хочу помолиться о смелости. Давайте молиться. Сконцентрируйтесь на Господе. Если вы больны, устремите свой взгляд на Иисуса. положите руку на свое тело. Я буду молиться о том, чтобы Божие помазание прикоснулось к вам, чтобы сила Божия сошла на ваше тело. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за каждого человека, который смотрит нас сейчас. спасибо за всех жаждущих, за всех изголодавшихся. Иисус, ты сказал, придите ко мне все жаждущие, я напою вас. Отец, дай людям свою воду, обнови и освежи их. Я молюсь во имя Иисуса за всех, кто смотрит меня сейчас, за тех, кто сражается с болезнью или недугом, чтобы не мучило их тела, диабет, высокое давление, рак, язва, глухота, проблемы со зрением, проблемы с костями, во имя Иисуса мы высвобождаем силу Божию, мы высвобождаем Слово Божие для их тел, и пусть все, что не так, все, что плохо функционирует, придет в норму. Я молюсь даже за тех, кто страдает от психического расстройства. во имя Иисуса пусть все части их мозга будут исцелены и восстановлены, пусть все дела дьявола будут разрушены, пусть будут разрушены все планы и замысла лукавого против них и их семей, пусть они падут и разрушатся во имя Иисуса. Мы также молимся за всех тех, кто сражается с вирусами, не только с COVID-19, но и со всеми другими. Пусть в их тела придет исцеление. Прямо сейчас я молюсь за целостность костей. Я молюсь за позвоночник и связанные с ним проблемы. Поврежденные диски встаньте на свои места во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы исцеляющая сила Божия текла сейчас через эту программу. Пусть проявляется помазание для исцеления больных. Господь, касайся их прямо там, где они сейчас находятся. Кто-то из вас чувствует сейчас тепло. Господь, пусть твое помазание течет. Пусть оно проистекает. Пусть течет и льется это исцеление. Пусть текут чудеса. Пусть они потекут как река через эту программу. Во имя Иисуса мы выступаем против болезни. Мы выступаем против немощи. И мы выступаем против страха, тревоги и депрессии. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь, за разрушение всех твердынь и проявление Твоей славы во имя Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас Твоя слава проявляется Отец. И мы славим могущественное имя Иисуса. Спасибо за смелость для проповеди Евангелия. Пусть то, о чем мы говорили сегодня, начнет действовать в нашей жизни. Помоги нам достигать людей. Давай нам возможности, давай нам смелость проповедовать Евангелие Иисуса Христа. проповедовать бескомпромиссно, не идти на компромисс с этим миром. Во имя Иисуса не молодушествовать. Аминь. Слава Богу. Аминь. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи. Пусть Бог благословит дело ваших рук. Аминь. Мы любим вас и увидимся уже завтра. . Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»